Ну вот так, мое деревцо. Живи. Деревьев за свою жизнь мужчина должен посадить не одно, а много, уверен Сергей Сергеевич Алехин. На его счету это как минимум четвертое. В акциях, приуроченных ко Дню Победы, он участвует каждый год. На фронт Сергей Сергеевич ушел в 15 лет, приписав себе годы. Воевав под Сталинградом, после победы служил на флоте, потом в ракетных войсках. Сегодня, говорит, день знаменательный. Новая Липовая аллея – подарок потомкам. Пока есть возможность, вот приходим сюда, дышим воздухом, сажаем деревья. Это очень приятно. Это останется для поколения наших. Это забота о предостающем поколении. И я хотел бы, если будут волонтеры, просить их, чтобы они это дело охраняли, приумножали и ухаживали за этим деревьям, которые мы сегодня посадим. Акция «Дерево Победы» проходит по всей стране. Присоединилась к ней и Самарам. Деревья уже высажены в промышленном и самарском районах. Одним из первых стал и советский район. И это символично. Липовую аллею высаживают в парке Победы. Почетное право посадить дерево предоставляют ветеранам. Им помогают волонтеры. Всего в парке появилось около двух десятков молодых деревьев. По словам специалистов, самарский климат для липы комфортен. Зиму растения переживут без проблем. Само дерево очень красивое, экологически чистое, очень дает много кислорода. Дерево то, которое в этом парке приживется. Можете не волноваться. Погода очень хорошая, поэтому, я думаю, молодежь, которая посадила деревья совместно с ветеранами, будут за ними ухаживать и будут приходить сюда через многие годы и говорить, а это дерево посадил я. И это останется для их даже детей. После того, как новую аллею высадили, ветеранам и волонтерам предложили горячий чай. Акция Дерево Победы на этом не заканчивается. До середины ноября в городе высадят еще 900 деревьев разных пород. Липу, каштан, ель, тополь, клен, рябину, иву и другие. Мариана Мирная, Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События.